В этом году в Анинском сельском поселении установили два мемориала воинской славы. Сбор денег на создание гранитных монументов инициировала общественная организация. Торжественно открыли их ко Дню Победы, но волонтеры бывают здесь не только в памятные даты. За памятниками мы следим, ухаживаем, то есть по возможности у нас наши волонтеры, наши общественные организации убираются, косят траву, красят все, били деревья, то есть все как бы поддерживают в чистоте и порядке. Ну и такая же в принципе история и Ванина. В новоселье местом для возведения триумфальной колонны стала территория братского воинского захоронения. А Ванина в центре поселка разбили целый парк Победы, в самом сердце которого и установили гранитную стеллу. Мы ходили всегда со школьниками на действующее кладбище, где была могила неизвестного солдата среди множества свежих как бы каких-то могил и захоронений. И та-то тоже была создана достаточно как бы недавно, 10 лет назад. И нам казалось, что необходимо просто и для воспитания молодежи, и просто для того, чтобы можно было вспомнить тех воинов, погибших в те годы людей, что необходимо создать некие мемориалы. Этот памятник посвятили воинам-победителям, которые сражались за Россией в разные эпохи. По барельефам на четырех гранях мемориала можно проследить всю героическую историю нашей страны. Авторы увековечили подвиги разных времен характерными символами воинской славы, начиная со Средневековья и заканчивая современными боевыми конфликтами. Художники предложили символичное решение – увенчать стеллу скульптурой Георгия Победоносца.